Привет всем, с вами ваша Силва Баттфлай, Серебряная Павочка. Сейчас покажу покупки, которые я совершила в русском магазине у нас в Торонто. Вообще, попадаю я туда, может быть, раз в год, а то раз в два года, когда кто-нибудь из подружек едет закупаться какими-нибудь русскими продуктами. Я обычно это не делаю, потому что если делаю, то по заказам моего мужа я еду покупать пельмени, потому что только там. Сейчас покажу. Значит, Siberian пельмени, сибирские. Две разные упаковки. Так, опс. Так, подождите, я быстренько скину их в заморозитель. Второй заказ от моего мужа и от ребенка был торт Наполеон. И, конечно же, я хотела бы показать, какой он классный, но вот что осталось. Так что в нашем доме сладости не задерживаются ни в каком виде. Наполеон. 606 грамм. 18 долларов, 12 центов. Так, это у нас морская капуста за кусом. Я взяла, потому что в таких магазинах канадских ее нет. А у китайцев я не знаю, как ее брать, как ее замачивать, что с ней делать, я понятия не имею. Вот это купила один раз. Я уверена, только я и буду есть, а больше никто. Так, соль. Купила вот такую иодирную соль. И написано, это сделано в Хорватии. Кроэйша. Кроэйша по-английски Хорватия. Здесь килограмм 99 центов. Ну, доллар. И вот еще такую сумасшедшую, тяжелую соль. Полтора килограмма здесь. Но это крупная соль, которую я очень люблю. Ее очень редко продают. Вернее, ее вообще не продают здесь, вот в обычных магазинах. Надо ехать или в польский магазин почему-то, или в русский магазин. Сделано в Донецкой области. Называется соль поваренная пищевая каменная. Беру уже вторую пачку. Такую пачку мне хватает на год. А то и на два, я уже не помню. Теперь. Купила вот такие вот ригас сплатс. Сплатс, вернее. Это шпроты из риги. Аж четыре штуки купила. У них тут даже есть Твиттер и Фейсбук. Представьте. Дожились. Значит, я обожаю рижские шпроты. Я просто их обожаю, потому что положил на хлеб и съел. И уже сытый, да. То есть как бы не надо заморачиваться на долгой готовке, если прибежал и нечего поесть вот в самый раз. Так. Еще у меня две вот таких вот салат из морской капусты, дальневосточной. Называется салат просто. Эти там у меня в другой комнате орут. Ладно. Я купила, по-моему, две таких. Но почему-то у меня одна здесь. Ладно. Здесь у меня уже рыбка. Одну я съела сама и две оставила. Скорее всего, я тоже это съем сама. Это копченая рыба. Уже не буду вытаскивать. Она уже как бы распакованная. Распакованная. Далее. Взяла две шоколадки Аленка. От Аленка. Вообще обожаю все, что связано с прошлым. Я не могла пройти мимо. Так, где это сделано? Даже не могу понять. Скорее всего, Красный Октябрь. А, вот написано Москва, Красный Октябрь. Там было много подарочных конфет, коробок, красивых все. Но у меня была цель купить всего лишь пельмени. Вот, пожалуйста. Потом идет у нас поиская заманушка. Вот такие вот печеньки, покрытые черным шоколадом. Называется Шкоко Лебошен Фигурен. Вот такие конфеты. Не знаю, что это такое. Какой-то бисквит-шоколад. Цукерки. Сонячный виночок. Вот. Это было дешево и сердито. За столько я отдала 3,99. Здесь 500 грамм. Это вообще очень хорошая цена. Потому что здесь одна шоколадка может столько стоить. А тут вот, пожалуйста, целая коробочка. Пахнет вкусно. За все это дело. Вот. Я отдала 72 доллара. Сколько там? 24 цента. Можно сказать, ничего не купила, а почти стольник унесла. Обслуживала меня какая-то Олеся. И что тут еще? Компания. Вернее, магазин, куда я ездила. Это Ями Маркет. Те, кто русские в Торонто, русскоговорящие в Торонто, все его знают. Лучше меня намного. Потому что я там не завсегдатый. А я, скорее всего, этот самый пришелец. Элен. Ну, вот так вот хотя бы немножко вспомнить. Может быть, что-то поставить на стол на новогодний. Если удастся, конечно, это сохранить. Скорее всего, нет. А я на этом заканчиваю свой кулинарный покупочный репортаж. С вами была Силва Батафлай, Серебряная бабочка. Всего-всего самого хорошего. Хорошего стола вам. И еще больше в тысячу раз, чем мой. Пока-пока.